Посетить один из самых красивых городов Европы, Санкт-Петербург, было давней мечтой членов общества инвалидов. Зная об этом, председатель организации Наталья Рящина приняла участие в конкурсе на соискании премии губернатора «Мы рядом», чтобы потратить часть возможного выигрыша на исполнение желания своих подопечных. Предприниматель Андрей Макалкин увидел этот сюжет и позвонил. И говорит, а давай исполним мечту. Отвезем ребят в Петербург. И за два дня мы собрали вещи, взяли с собой позитив, хорошее настроение и отправились в Петербург. Трехдневная поездка 12 членов общества инвалидов и их сопровождающих произвела на всех неизгладимое впечатление. Теперь ребята с радостью делятся воспоминаниями и фотографиями. Мы сразу поехали в Петергоф из Видного. Погода была замечательная. Нагуляли. Впечатления масса. Все очень красиво. Все работало в это время еще в Петергофе. На следующий день гуляли по Петербургу. Благодарю всех организаторов за поддержку. Я хочу очень вернуться в Питер. Очень понравился город. Я была там совсем еще, когда маленькая была. Но сейчас это совершенно другие ощущения, другие чувства. По-другому на все смотришь. Экскурсия оказалась очень насыщенной. Делегация из Ленинского округа посетила все главные достопримечательности северной столицы. Петергоф, Русский музей, музей Фаберже и, конечно же, Эрмитаж. Видела знаменитые часы павлин, золотые часы. Там сова, павлин и петух. Вот. Ну, всякие картины там понравились. Очень красивый и очень большой дворец. Хочу сказать огромное спасибо Андрею Макалкину, потому что за такую поездку шикарную. То, что наши дети повидали этот необыкновенный город. Вот. Мы повидали очень много всяких музеев. Посмотрели самую важную улицу, на которой как бы все происходит. Вот. Вообще было все здорово и замечательно. Сам Андрей Макалкин познакомился с членами общества инвалидов в этом путешествии. По его мнению, представители бизнеса должны быть социально ориентированы, если имеют такую возможность. Я считаю, что этим людям нужно помогать, потому что у самих не хватает возможностей. И, соответственно, хочу помогать. И вот сейчас возникло еще, хотим поехать по Золотому кольцу опять же с ними. Очень позитивные люди. Несмотря на то, что какие-то у них ограниченные возможности, инвалиды. Мне очень самому понравилось. Надеюсь, им тоже понравилось. Члены общества инвалидов выражают огромную благодарность за организацию поездки. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.